В ходе профилактических рейдов на Кубани с 31 декабря по 18 марта проверено треть населения края, около полумиллиона жилых помещений и иных объектов. Совместными усилиями правоохранительных органов и общественности раскрыто более 8,5 тысяч преступлений. Время насквыше 100 тысяч административных правонарушений, изъято более 1000 единиц агнистрального оружия. Но самый главный итог нашей работы, на мой взгляд, не допущено террористических актов в период проведения Олимпиады и Паралимпийских игр. В преддверии Олимпийских игр после теракта в Волгограде в целях безопасности были созданы рабочие группы. Около 8 тысяч человек – сотрудники территориальных органов внутренних дел, транспортной полиции, миграционные службы, муниципальные служащие, казаки-дружинники. Совместными усилиями этих групп проверено около 1 миллиона 300 тысяч человек. В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 6,5 тысяч жилых помещений, вздаваемых в наем. Проводимая работа позволила раскрыть 8 512 преступлений, в том числе 192, из которых совершены были иностранные ранды. Обнаружено и задержано 570 лиц, находящихся в розыске. Благодаря совместным усилиям всех служб преступность в Краснодарском крае сократилась в 4 раза. На 30% снизился уровень преступности в общественных местах. В Анапе под особым вниманием участковых и сотрудников отдела Федеральной миграционной службы резиновые квартиры – адреса с фиктивной пропиской. Совместные действия, согласованные вместе с администрацией, это должны быть постоянные рейды, их никто не отменял. Подчеркиваю еще раз. Мы должны к курортному сезону подойти с хорошими результатами. Одна из главных задач сегодня – снижение уровня преступности летом. Профилактическая работа по обеспечению безопасности продолжается. Об обнаружении подозрительных предметов в транспорте на остановках, в подъездах и чердаках анапчане могут сообщить по телефону 4-68-82-352-81-02. По этим же номерам принимаются сигналы о бесхозных автомобилях и подозрительных лицах. Анастасия Никитина, Максим Лагоша, Анапа. Регион.